Девушки отдыхают Хлеб, а то сейчас как стрельну Ладно, ладно, мам, только не стреляй Блин, темно, фу Ладно, поеду через ЖД Гоп, стоп Мы подошли За угла Гоп, стоп Слышь, ты че такой борзень Это не твой район Че тут забыл Кались давай, быстро А то я мобильку посажу Дружище, ну пропусти, пожалуйста Ну, мамка за хлебом послала В 3 часа ночи, ну дай проехать Ну, пожалуйста, ну не гони За хлебом, мамка Ну все, поц, ну ты попал На, получай А я че-то на него нарвался Походу спортсмен Я валю Не, подожди, дружище Ты там мне че-то хотел сказать? Все, я сваливаю Завтра устроюсь на работу Фух, вроде пронесло Не зря после футбола на турнички зашел Ладно, я лучше, наверное, по светлому поеду Ну его в баню, это ЖД Мораль сей басни такова Не едь один ты, никогда Речь сегодня пойдет о самом нестабильном Самом читерном И в то же время картонном танке Ибо в одном бою мы можем Натанковывать бить снарядов Просто тысячами А в следующем бою Нас пробивает стоковый леопард Или Т-54 Каждым Будь он не ладен снарядом Ну а тем, кто сомневается В читерской броне ИС-7 Смотрите В общем Протанкуй, братуха Протанкуй Протанкуй Братуха Протанкуй Куй Куй Протанкуй Конечно, про картон я перегнул Но бывает аж бомбит Честно, броня есть? Хочется спросить Поэтому не стоит на этом танке Ехать одному Давить направление Если вся команда решила Скоротить путь Или не поехала в город Лучше едьте с командой Что бы я хотел посоветовать Новичкам Которые только выкачали Очередную Или первую десятку И ей оказался Именно ИС-7 Друзья, в первую очередь Могу вам пожелать Смелости Именно смелость Придает этому танку Читерской брони Не путайте Ни безумия Ни спонтанная Не адекватность Или упоранство А смелость Первым занимать Ключевые позиции Принимать урон на себя И никогда не стоять На второй волне ИС-7 Это танк прорыва Танк, который может И должен Всегда находиться На передовой Принимать весь урон На себя Тем самым Отвлекая врагов От танков Второй линии Таких как АМХ-50Б Или Т-57 Хэви Именно за те секундные За те минуты Которые вы сможете Продержать направление Барабанщики успеют Полностью Перезарядить Барабан И уже с новыми силами И правда Подбитыми вашими Хэпэшками Продавить до конца Свой фланг Ну и прорвать На правление Естественно Выкачивая Семь танки Знай Вся надежда На победу Держится На твоих Стальных мускулах Если враги Прорвали Твое направление Не спеши Писать Команда Раки Подумай Чем ты смог Помочь Своей команде И действительно Сделал ли ты Все что мог Сделать В этом бою И выжал ли ты Из ИСА Всю силу Всю мощь Всю ярость Если нет То не спеши Говорить что Команда Подвела Пусть такое И случается Спорить не буду Выезжая В лоб На противника Не забывай Что подставляешь Свою Ахиллесову пяту Это НЛД Которую Все будут Стараться Запихнуть Как можно Больше Голдовых снарядов И запихивать Туда будут Как можно Больше урона Поэтому Лишний раз Без Хорошей страховки Со стороны Союзников Не выезжай Очень люблю На этом танке Занимать позиции От башни И стрелять По мишеням Как в тире Если кто помнит Игру на дэнди Когда нужно Из пистолета Стрелять по уткам Ощущения Примерно Такие же В башню Пробить ИС-7 Очень сложно Максимум Начнут фугасами Закидывать От безысходности Ну или Если От Е100 В башню Фугас прилетит Тоже Можно Конечно 200-300 ХП Лишиться Против Таких танков От башни Нужно Крайне Осторожно Играть Что я еще Могу Сказать Про этот танк Как для тяжа У нас Самая комфортная Максимальная Скорость В игре 50 км В час Вам о чем Нибудь Говорит У Паттона Максимальная Скорость 48 км Это Средний Танк А ИС Тяжелый Спасибо Кэп Что-то тут Все-таки Не так Но это Не точно Поэтому Имея Такую Шикарную Подвижность Грех Стоять на этом танке За спинами Союзников Либо Ждать Свет От команды Хотите Узнать Как нужно Правильно Светить И откатываться Назад При этом Используя Перк Про который Я рассказывал В начале Ролика Это Смелость Ну Смотрите Сами Думаю Думаю С максимальной Скоростью Разобрались Тут и ежу Все понятно Все в шоколаде Как насчет Орудия Скажу так Типичный Деструктор Кому-то Можем БК Сверхтухи Взорвать Кого-то При полном Сведении В серую зону Не пробить Ну Савок Словом Все ок По пробитию В целом 260 мм Довольно Комфортное Орудие Да Бывают Моменты Когда Сложно Пробить Е100 Или Такого же Читерского ИС-7 В НЛД Тогда В бой Идут Подкалиберные Снаряды Как я рад Что тут Не кумыли Вы бы Знали Не люблю Танги У которых Голда Аккумулятивные Снаряды Просто Не люблю И все В сложном Бою Местами Но Если Поставить Как и На любой Совок Нужную Оборудку Проблем С прицеливанием Уже Не должно Возникать И с точностью Тоже Хотя Бывают Моменты Вертуха Рулит У меня Из оборудования Стоит Досылатель Пробития Как по мне На ББ Хватает Вполне Усиленное Боевое Отделение Улучшенная Оптика Не стоят Жена ИС-7 В кустах Верно Обязательно Ставьте Усиленные Приводы Наводки Не жалейте Детали А если Деталей Нет Нафармите Не знаю Продайте Родину Продайте Близких Но Обязательно Установите Приводы Также Улучшенная Сборка Лишние ХП Вам Не помешают Подкрученные Обороты Двигателя Ну Чтобы Лучше Себя Чувствовать Как Во время Съемки Форсаж 8 И стабилизатор Вертикальной Наводки Это Лишь Моя Комбинация Оборудки На данном танке Возможно У вас Другой Сетап Либо Другой Стиль Игры И вы Предпочитаете Пробитие Вместо ДПМ Каждому Своё Ведь Чем же Ещё Славится ИС-7 Конечно Же Своими Читерскими Бортами Как же Горит У противника Когда Не пробивают Наш Танк Вы просто Не Представляете Особенно Как Горит У меня Когда Я на ИСТ Частинки Не пробиваю ИС-7 Борта Каждый Раз Подгорает А бывают Дни Когда Шью На Леопарде Или на Паттоне На Изи Говорю же Самый Нестабильный Танк Это ИС-7 Но ничего Недолго Радоваться Нам Осталось Скоро ИС-7 Понерфят Борта И пробивать Возможно Нас Станут Намного Чаще Но Это Не точно Я бы Себе Хотел На этот Танк Камуфляж Закаленный Боем Но Чё Финансы Не позволяют Если честно У кого Есть Возможность Купить Данный Сникерс Рекомендую Он Ещё Лучше Скрывает Зоны Пробития И реально Танк Сложнее Становится Пробить По крайней Мере Выцелить Точно Все Делают Ошибки И этот Камуфляж Небольшой Бонус К выживаемости В бою Среди Всех ТТ Которые У меня Есть На 10 Уровне ИС-7 Наверное Единственный Который Меня не разочаровал Ну правда Е100 Тоже Мне понравился В целом ИС-7 Очень часто Радует Запредельно Читерской Альфой Видимо Противника 520 ХП Херак И ещё Один Фраг В копилку Хоть В ТТ Указано Средняя Альфа 460 Танк Меня Очень Сильно Порадовал И если Нужно Взять БЗ На 10 То ИС-7 Как палочка Вручалочка Всегда Выручит И всегда Протанкует Если Кому интересно Моё мнение То я вам Советую Этот танк Прокачки Хороший Удобный Комфортный Танкует Качайте Но если Вам понравилось Это видео Не забудьте Ему поставить Палец вверх И подписаться На канал Если ещё Не подписаны Ну а с вами Был канал Мама он готовит До новых встреч Пока Пока